Кино, пожалуй, самое несчастное из искусств, оно очень зависит от денег, чрезвычайно. То есть в том смысле даже не от того, что фильм дорого стоит, а также от того, что фильмами торгуют, как жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами, которые покупают. Поэтому принято считать, что для того, чтобы картина была хорошей, она должна хорошо продаваться. Если мы думаем о том, что кино – это искусство, то этот вопрос начинает казаться абсурдным. Поскольку, если бы мы сказали, что искусство хорошо только тогда, когда оно продается. Я не сетую на свою судьбу, потому что я отлично знаю, что, поскольку кино – это производство товара для продажи, я не могу требовать каких-то особых условий для создания своих фильмов, поскольку этих условий не существует. Если мы хотим, чтобы картины смотрели большое количество народа, мы никогда не сможем сделать так, чтобы эти картины были высокого политического мастерства. Ты скажешь, что бывали случаи, когда очень хорошие картины смотрели миллионы людей. Это было в начале кино, после того, как оно появилось, может быть, когда было немое кино. Каждая новая картина для зрителей тогда встречалась с огромным интересом, потому что она вызывала любопытство. Сейчас зритель привык. Ничем удивить уже кинозрителей сейчас нельзя. Поэтому мы не можем рассчитывать на то, что хорошие картины будут смотреть миллионы. Что думаешь о судьбе и о судьбе? Мы можем говорить только о том, каким результатом человечество пришло в результате научного прогресса. А это мы можем, так сказать, каким-то образом оценить, как в дурном или в хорошем смысле слова. Но мне кажется, что... Что проблема, так сказать, научная проблема, видите ли, от человека не зависит. Поэтому говорить о том, что хорошо, что плохо, так сказать, невозможно. Единственное, о чем можно сказать, что в результате исторического процесса возник был страшный, так сказать, конфликт между развитием духовным человека и материальным, научным. Мне кажется, что драматизм нашего времени заключается в том, что мы находимся в огромном отрыве, так сказать, мы находимся в конфликте между своими духовным развитием и материальным, технологическим. И в этом, кстати, и это и есть вот эта причина, которая привела к нынешнему положению нашей цивилизации. Драматическому и, я бы сказал, почти трагическому, поскольку мы стоим на грани, так сказать, атомного уничтожения, именно в результате вот этого разрыва между духовным и материальным развитием, собственно, нашей цивилизации. Мне кажется, что они оба ошибались. Музыка. 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 Я не люблю этот фильм. Я его плохо помню. Я помню, что в отличие от концепции Лема, меня там привлекало не столько столкновение, проблема познания, проблема столкновения человеческого интеллекта на пути познания с каким-то неизвестным. Поскольку меня интересовала проблема чисто внутренняя, психологическая, человеческая. Мне интересовало, способен ли человек жить в нечеловеческих условиях и остаться человеком. Меня интересовало этот человек. И герой фильма и герой романа Крис Кельвин меня интересовало постольку, поскольку он для меня должен был остаться человеком, несмотря на то, что он находился в нечеловеческих условиях, в нечеловеческой ситуации. Ну и я таким его представил, таким прочитал в этом романе и таким сделал в фильме. Вот вся разница между фильмом и романом Лема. Но мне этот фильм не нравится, поскольку мне не удалось преодолеть все приметы и признаки, так сказать, жанра, что ли, научно-фантастического. Там много техники, там много всяких, так сказать, светящихся, так сказать, каких-то мигающих лампочек. В общем, все это барахло и бред, который, в общем, не имеет никакого отношения к этой идее. Но почему мы ими пругаем в университете, когда мы не знаем ничего о нас? И барахло не может быть пауру, а может быть вергоги. Но вергоги, это чувство, который спасает человеку. У меня нет такого впечатления, что люди изменились очень. Нет, это было бы неверно. И потом моя память обладает довольно странным свойством. Я запоминаю только то, что мне нужно запомнить. Я никогда не помню того, что мне могло бы повредить, что мне могло бы помешать. Это еще идет не о бессовестности моей, а скорее о такой свойстве памяти, которая выборочно фиксирует какие-то вещи, независимо от моей воли, независимо от меня. Я бы не хотел сказать, что у меня очень хорошая память. Скорее наоборот, я мало что помню конкретного. Но у меня очень сильная эмоциональная память, на мой взгляд. Я скорее запоминаю состояния какие-то психологические, чем встречи людей, обстоятельства. Что же касается разницы между миром взрослых сейчас и в моем детстве, мне об этом сказать трудно. Хотя бы потому, что когда я был ребенком, я был счастлив. Когда я стал взрослым, я перестал быть счастлив, потому что многое узнал о жизни. То есть, конечно, в счете знания о жизни нам счастья не прибавляют, а скорее наоборот. Но вы никогда не думаете, что в смысле, что там растут, как они чувствуют и об珍負ки, и с помощью насчет, и с помощью мы-то, мы-то сжигаем, мы-то мы-то не думали в натур, мы-то не думали нам в себе. Мы-то мы-то имеем у нас, мы-то не думали, мы-то не можем больше времени думать. Я больше склонен как-то относиться к миру эмоционально, то есть я скорее созерцательно склонен относиться к действительности. Я не столько думаю по поводу нее, сколько стараюсь ощущать ее. Я к ней отношусь скорее как животное, как ребенок в большей степени, чем взрослый, зрелый человек, который умеет размышлять по поводу жизни, умеет делать какие-то выводы. Не знаю. Думаю, что мне бы хотелось сказать им только то, что чтобы они умели больше находиться в одиночестве. Любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Вот это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Мне кажется, человек должен учиться с детства находиться одному. Это не значит быть одиноким, это значит, что уметь не скучать с самим собой, потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности, с нравственной точки зрения. Красивый звук в лошади, который приезжает. Красивый звук в лошади. 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 Ну, потому что люди, ну, животные, дети, они еще невинны. Дети, потому что еще невинны, а животные просто невинны, и они не могут ругать. Они искренне по своей природе, по своей сущности. А именно человек от того, что он, так сказать, способен выбирать между добром, злом, делать выбор, он постепенно, чаще всего, приучается лгать, потому что считает, что ему легче жить и легче добиться каких-то жизненных, так сказать, благ, благодаря, так сказать, дипломатии сначала, а потом прямой лжи. Поэтому мне кажется, что дети и животные гораздо, так сказать, ближе к истине, и поэтому мне они больше нравятся. Но это не только мне, мне кажется, всем. Дети нравятся гораздо больше взрослых, на мой взгляд. И ты сонишь, сонат колори, ой, бьян конлер. Сонат колори, сэнпры. Такэ? Сээвэнитозо? Нон кре до. Я не думаю, потому что я уверен в каких-то, в своем каком-то пути, во всем. То есть у меня есть такое ощущение, что все, что я должен сделать в жизни, так сказать, предписано мне кем-то. У меня такое ощущение было с самого детства. Это очень странно, но это так. Поэтому я не испытываю никаких самолюбивых, так сказать, ощущений, связанных с своей деятельностью, своей работой, с занятием кинематографом. Мне кажется, что я недостаточно люблю себя. Так же, как каждый из нас недостаточно любит себя. Мне кажется, что если бы мы себя любили по-настоящему, мы бы сумели по-настоящему любить других. Человек, который не умеет любить себя, то есть, грубо говоря, не знает цели своего существования, тот не может и испытывать любви к другим людям, и вообще к жизни. И мне кажется, что я недостаточно люблю себя, и тем самым недостаточно люблю окружающих. А мне хотелось бы. У меня есть один очень серьезный недостаток, который можно определить как, ну что ли, ну, как нетерпимость. Я все время стараюсь от этого освободиться, но боюсь, что мне это не удается сделать. Мне не хватает толерантности, мне не хватает терпимости, которая приходит со зрелостью. Я очень от этого страдаю часто, и думаю, что вот это мне не позволяет, ну, так сказать, относиться к людям больше симпатии. Я устаю от людей. Тебя же, Ридера. Может быть, я человек не веселый, потому что, мне кажется, что современный мир наполнил очень трудными, серьезными, почти неразрешимыми задачами. Тут не время веселиться, на мой взгляд. Ну, мне не нравится смеяться. Есть люди, которые не нравятся смеяться. Когда я смеюсь, у меня вообще-то возникает ощущение какой-то вины, что ли, тут же. Я сразу как-то вынужден себя контролировать. Я ощущаю, что я смеюсь не к месту. И беспричинно часто. Так же, как и фильмы. Я, например, совершенно не в состоянии смотреть свои картины. Мне бывает стыдно их смотреть, как бывает стыдно иногда читать собственные дневники, которые ты вел, будучи юношей, когда был совсем, так сказать, маленьким. Твои мысли еще не зрелые. Последний раз я смотрел свои картины только на премьерах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в котором я видела луше более 40 лет назад, просто на празднике, вращаясь от блядьевая блядьевая инемидная. И каждый раз я пытаюсь в доме, что-то меня не impedит. Я часто это мечтаю, я обучаю. И не только виду ли я в небе, осcurite dal tempo e la porta so chiusa che si apre nel buio dell'ingresso. So già, pur nel sonno, che si tratta solo di un sogno e la mia incontenibile gioia si spegne nell'attesa del risveglio. Talvolta succede qualcosa per cui smetto di sognare la casa e i pini della mia infanzia. Allora mi assale la nostalgia e io comincio ad aspettare con ansia il ritorno del sogno nel quale mi vedrò di nuovo bambino e tornerò ad essere felice. Felice perché tutto è davanti a me e tutto è ancora possibile. Mamma… Andrei, penso che tu dovresti amare lo specchio più di ogni altro tuo film, perché è una vera biografia della tua famiglia. Sei d'accordo? … … … … … Кажется, что этот фильм мой любимый фильм. Он не то, что мой любимый фильм, но он действительно ближе всего мне, потому что он основан на событиях, связанных с моим детством. В этом фильме нет ни одного выдуманного эпизода, все там правдиво, и весь он основан на биографии нашей семейной. Я не уверен, что этот фильм, в котором воплотились все мои эстетические, какие-то концепции по проводу того, что я хотел бы делать в кино и как бы я хотел снимать картины. Мне этот фильм вообще был очень трудно делать. То есть он не монтировался. Те эпизоды, которые были сняты, они настолько были написаны в таком драматургическом смысле, то есть имели отношение только к сценарию, что когда мы монтировали по этому сценарию фильм потом, он не монтировался, он распадался. Мне пришлось сделать 20 вариантов, 19 вариантов монтажа, принципиально, так сказать, монтажа, когда один эпизод переставляешься с места на место, только для того, чтобы понять, что картина получилась. То есть это доказательство того, что, в общем-то, этот фильм монтировался не по принципу традиционной драматургии, а я сам не знаю, по какому принципу. У меня такое впечатление, что в последнее время я как-то стремился всегда к более простым конструкциям. Вот в Сталкере и в последней картине особенно, вот которую я здесь делаю, мне кажется, что я где-то достиг какой-то простоты, какого-то аскетизма в конструкции, в способе рассказывать. Для меня зеркало состоит из слишком большого количества деталей. Там слишком много средств, слишком много интонаций. Он слишком пёстрый, с моей точки зрения, для того, чтобы он мог быть фильмом, который воплощает какие-то мои эстетические концепции. Очень люблю свою страну. Совершенно не представляю, как можно, так сказать, жить долго в ней. Вот я здесь нахожусь уже больше года. Я уже страшно соскучился по своим родным местам, по своей деревне, где у нас есть дом. И я чрезвычайно люблю свою деревню, в которой я живу, свою землю, которую я называю свою родиной. Ну, не знаю, я, так сказать, её больше даже люблю, чем Москву, в которой живу давно очень. Бату, а дай сюда вырастите виверы. Я хотел бы жить на природе, ближе к природе, в деревне, где мама народу. Потому что мне кажется, что вынужденная жизнь людей в больших городах – это результат нашей, по-моему, очень ошибочной цивилизации. Потому что человек начал своё существование в истории с целью бороться за своё существование и объединился для этого. Вместо того, чтобы жить вдалеке друг от друга и общаться только, получая от этого наслаждение, они ранят друг друга вот этим общением, которое мы имеем вот в больших городах при большом стечении народа. То есть надо жить на природе, свободнее, стараться видеть меньше людей. Несмотря на то, что человек, так сказать, связан с другими людьми, живёт в обществе, мне кажется, что это насильственная форма существования. Так получилось. Такова форма нашей цивилизации. Но мне кажется, что где-то в начале человечество ошиблась. И мы должны были иначе развиваться. Смотрите, эта бетуля. Л'ho vista ogni giorno, passando di qui, и даже не у меня ни было в виду. И сейчас, invece... Хе-хе-хе. Мы видим ее 10 лет. 9. 9 и для тебя? Но для меня 10. Но нет, 7 и для меня, и для тебя 9. Плюет! Ведите здесь. Нет, мы продолжаем. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. Хе-хе. Приятие природы. У них очень мало пространства, и они пытаются сосредоточиться на очень маленьком пространстве и увидеть в нем, так сказать, отражение бесконечности. И вот такое пространство, как-то более запах, мне милее. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Хе-хе.